И снова здравствуйте, всем привет! Итак, по вопросу деформации, значит, при повороте головы, в частности, да, как это дело можно устранить? Смотрите, ставим InFront Display, и у нас появляются кости вид, да? Мы выбираем вот эти кости, через Shift выбираем того персонажа, кому нужно подправить, значит, эту деформацию. Выбираем через Shift, значит, нашего персонажа. Так, опять же, забыл скринка с кей. Заходим теперь в рисование веса, и видим, что все у нас синее, да? Через, значит, выбираем Ctrl-Z, через Shift выбираем косточку, и видим, что у нас вверх красный головы, а здесь веса, значит, видите, переход, вот этот, значит, зелененький такой, да? И вот здесь тоже, ну, здесь идет деформация, вот, где кость стыкуется, при повороте здесь идет деформация, поэтому ее вот так вот тянет. Как это можно подправить? Ну, можно, конечно, все это дело рисовать, ну, если вы чуть-чуть, значит, как сказать, если вы ленивые, как я, если вам не хочется, значит, тут рисовать, значит, давно я тут не рисовал, давайте выберем какую-нибудь кисточку, так, красная, где тут, F-Mix, по-моему, она, да, вот он, F-Mix, и вот это все дело на эту косточку, вот эту мы выбрали, вот мы на нее, значит, поправляем то, что не должно у нее шевелиться. Так, вот я зря не отключил, значит, вот этот вот волос, так, чуть-чуть там заскочим снизу, еще можно чуть-чуть больше захватить, тут у нее где-то ухо, тоже, чтобы вот эта часть, голова вообще, череп, он не должен деформироваться. Так, здесь мы чуть-чуть можем оставить, где-то зелененьким подрисовать, но это уже, значит, если вам там надо, вот ухо там сзади, вот мы его тоже цепляем, где-то чуть побольше, где-то не докрасилось. Так, ну, в принципе, все. Вот мы вот это дело подправили. Если сейчас отключим, значит, вот эту вот видимость костей, то видим, что, в принципе, все нормально, а вот это искажение идет уже за счет того, что здесь, видите, наложился волос. Если волос подправить, то будет нормальное это лицо. Ну, еще косточками можно доиграть, тут уже, в принципе, все хорошо. Вот. Так, если мы вставим, сейчас посмотрим, как кости здесь назначатся, веса, и тут еще посмотрим, как будет все дело обстоять. Так, ну, способ, о котором я хотел показать, он, смотрите, как выглядит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, включается вот это, значит, окошко бывает. Сейчас не знаю, до какого это уровня у нас отскочит. Вот. До начального. Через Shift выбираем нашу вот кость, которая не должна влиять, допустим, на челюсть, или, вот можно нижнюю выбрать, вот эту вот подправить, видите, она тянет. Но здесь она работает, видите, назначена более-менее нормально. Ну, не более-менее, нормально. Вот. Здесь хорошо. Значит, будем делать кость головы. Заходим в функцию, значит, так, 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 сейчас, Widget Paint, находим вот эту вот функцию, Wicked, и находим Level. Открываем нижнюю вот эту панельку, и смотрите, что будет происходить. Просто тянем вот этот ползунок до того уровня, который нам понадобится. Все. Все назначилось, все поправилось, все зашибись. Теперь мы заходим в object mode, и все, можем делать анимацию. Все. Теперь персонаж у нас будет бегать, и лицо, видите, в принципе, держит свою форму. Так. Попробуем теперь вставить косточки на челюсть, да? Давайте зайдем теперь, выберем наши кости, наша анимация, вот она, можно ее колесиком прокрутить. Теперь заходим в post mode, английская A, выберем, значит, наши вот эти кости, все, и G, оттянем чуть-чуть анимацию, ну, допустим, со второго кадра начнем. На первый кадр, что нам нужно сделать? Сочетание Alt, G, Alt, R, Alt, S. Если вы меняли размер, то Alt, S. Если не меняли размер там костей, то, в принципе, Alt, S не надо жать. Так, вот у нас получился персонаж. Персонаж. Значит, теперь мы что делаем? Прописываем и LockRot прописали. Вы видите, что когда я нажимаю в таких вот видимости костей английскую и у меня открывается окошко. Вот. Сейчас, если мы зайдем в object mode и переделаем вот эту вот всю штуку, значит, это поможет нам, значит, аддон Mixama. Нажимаем крит, рик, вот все тут сейчас настроится автоматически, поменяется внешний вид костей. И смотрите, если теперь мы зайдем опять же в постмод, то нажимаем английскую и и окошко у нас не появляется, потому что изменилась форма костей, да, и назначение прошло в кейнг, вот здесь, вот, лок, локация и ротация. Мы ее просто отключаем и теперь если мы английскую и нажмем, у нас появляется окошко. Если вам нужно просто локацию, ротацию, чтобы не заморачиваться с этим окошком, просто выбираете, вот здесь вот ставите локация, ротация или локация, ротация, скайл, поставьте, все, или просто локация скайл, это значит положение и размер. Так, есть такое дело, теперь заходим в object mode, выбираем тоже наши кости, заходим в edit mode, тройка на лампаде, вы видите, что кости приняли свой вид, да, вот такой вот. Теперь выбираем значит кость головы, E английская, вытаскиваем косточку с головы, Alt P, Clear Parent, значит мы ее G, R английская меняем, значит, как его сказать, вот дает, забыл, меняем, короче, и вот этот поворот, ротацию, делаем S, меняем ее размер, G, подставляем там, где у нас должна быть челюсть, именно вот, вот здесь вот у нее должна быть челюсть, косточку желательно, ну вот, если будете вставлять кости еще на губы, то вот на челюсть выводите, если не будете на губы вставлять косточку, то тогда можно ее выше поднимать, в принципе тут без разницы. Так, теперь делаем Shift D дубликат, ставим косточку опять же G вверх, для чего? Чтобы когда нижняя кость будет у нас закрываться, верхняя кость назначила веса и не давала деформироваться верхней губе челюстям именно вот с этой позиции. Так, можно использовать, ну, делать без верхней косточки, ну, тогда нужно будет настраивать вручную веса, если вам это не надо, ну, тогда вставляйте косточку. Но, опять же, к верхней косточке удобно привязать будет зубы, язык, нижний, допустим, кости, язык и нижняя челюсть, к верхней, верхнюю челюсть. Так, и это все дело через Shift убираем и привязываем Ctrl-P к голове. Все, теперь мы заходим в Object Mode, выбираем только нашего персонажа, если к нему нужно именно привязку сделать костей. Выбираем через Shift кости и делаем Ctrl-P White Automatic Widget. Все это дело, привязка прошла, теперь мы заходим в Post Mode и смотрим. Так, если сейчас мы поставим на какой-нибудь кадр, смотрим, видите, у нас тут уже более ровно все стало. Теперь мы можем заменить вид костей на какой-нибудь значит, другой вид, это будет финжеры у меня, сделать им побольше размер, допустим, верхнюю, если верхняя кость вам не понадобится, то ее можно сделать отдельно поменьше, а нижнюю чуть побольше, чтобы ее видеть можно было с любого бока и безошибочно значит, на нее нажать и пользоваться анимацией для рта. Так, теперь нужно же назначить какой-нибудь цвет, можно добавить новую группу, переименовать, два раза кликаем, допустим, GR, там, по-английски, кто знает, и Enter нажимаем, все, группа есть. Можно не переименовать, просто группа 1 будет, группа 2, группа 3, выбираем значит, цвет, ну, какой поставим, можно зеленый, можно желтый, и сижим, нажимаем, все у нас здесь, вот видите, с любого ракурса, вот, с любого ракурса, я эти косточки вижу, я их могу выбрать. Так, теперь, если у вас идет какая-то деформация, ну, при анимации рта, видите, тут можно уже Ctrl-Z, допустим, корректировать. Вот я закрываю рот, и вы видите, что верхняя кость не дает, значит, настроенными весами деформироваться в верхней губе. Вот. Если у вас при повороте произошла какая-то деформация, но она, в принципе, нужна. Челюсть, она при повороте чуть-чуть, да, уходит в сторону, а здесь, вот, чуть-чуть шея ее подминает. Это, в принципе, нормально. Ну, когда она сильно деформирована, ну, согласитесь, кости так деформироваться не могут. Так, все, с этим разобрались. Заходим теперь в лужик-мод, кости у нас есть, и заходим, выбираем теперь нашего персонажа, заходим в рисование веса, и вы видите, вот, что, если мы выберем нижнюю косточку, вот, красный цвет у нас назначен, сбоку, вот, где должно у нас двигаться, если нам это не устраивает, то мы можем чуть-чуть тут где-то уже дорисовать. Вот таким образом. Но это, видите, некрасиво становится. Губа начинает надуваться, и меняется внешний вид персонажа. Если мы выберем через shift, вот, нашу верхнюю косточку, то здесь мы уже в принципе для верхней косточки можем нарисовать, что она двигать не должна вот этими, допустим, частями, носом, допустим, когда будет подниматься какая-то часть, чтобы у нас, допустим, нос не двигался, или где-то вот в этой части что-то не двигалось, или двигалось чуть больше. Вот, таким образом я нарисовал. Сейчас посмотрим. Заходим в object mode, теперь выбираем только кости, заходим в post mode, выбираем верхнюю косточку, и сейчас мы увидим, как все это дело назначено. Видите? Нос, там, где красная, она двигается, значит, с косточкой. О! Ну, в принципе, эта кость не предназначена для того, чтобы она вообще работала. Это больше как-то я ее ставлю, чтобы назначились веса для верхней губы. Хотя, я их, ну, ленюсь чуть-чуть, да, самому тут красить, настраивать, подкрашивать, лишнее время, если, значит, хорошо, блендер, кстати, блендер хорошо настраивает вот эти вот все, значит, веса автоматически. Ну, вот, как-то так-то. Теперь заходим, сейчас я control-z, 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 все это дело можно еще назад вернуть или просто перевязать персонажа. Он переназначен, значит, веса и все вернется на круги своя. Ну, вот мы теперь получаем вот такую вот анимацию. так, выбираем, значит, наши кости, заходим, бывает их вот здесь вот не видно, как с этим бороться дальше, давайте посмотрим, ну, такой вот, да, объемные такие все вопросы, которые более-менее касаются проблем вот этих. Так, значит, анимации у нас отсутствуют, если мы нажмем английское даже с объектом они не появляются, здесь заходим куда мы view и находим, значит, ау, где тут у нас находится ау, soundfit, egwist, only cane, frame ау, вот он. И вот все равно они не появляются после переназначения вот на rig mixama в версии 2.93 значит, этот вопрос работал. Значит, смотрим, что у нас тут еще есть. Вертикально, горизонтально, тан-тан-тан, клоу, все включено, sync, white ranger, заходим в postmod и здесь вот при английском а у нас все вот эти анимации появятся, видите, да, ставим 22 кадра, вот такой еще вопрос, это версия 3.6 есть у меня. Сейчас в 2.93 все это срабатывало. Если мы нажмем тут, допустим, вот в анимации, видите, здесь они уже не уходят. Раньше в версии 2.93 если вы что-то, колесико задержали, то у вас анимации ушкакивали куда-то, пропадали. И вот нажимали вы тогда frame ау и все возвращалось назад. ну здесь вот видно подправили, видите, да, я вожу и анимации у меня никуда не деваются. Возможно, какая-то появилась новая функция. Так, если мы что-то отключим, можно методом проб и ошибок, так сказать, значит, здесь все это дело понажимать. Вот можно переключаться значит на другую видимость. 10 секунд плюс 12, 14, вот такая идет штукенция, да, шоу отключим. Ну, вот такая штука, значит, не пропадает здесь, вы не уведете, вот я вожу, здесь не уходят у нас вот эти анимашки. Если у вас уходят в другой версии, то вот эта функция Frame All возвращает все назад, то, что у вас улетит. Так, еще какой вопрос давайте разберем по версии 3.6. Значит так, панель закрываем, допустим, мы включили, что мы можем включить? Ну, с этим персонажем, в принципе, видите, не высвечивается никакое окошко, ну, давайте добавим Shift A, Mesh, допустим, ну, тот же Cube. И у нас высвечивается вот это окошко, если я нажимаю на Cube, видите, окошко исчезает, Ctrl Shift Q, я нажимаю, никаких, значит, продвижек. Что нужно сделать? Нужно зайти, значит, в Edit, преференции, найти KMAP, или как он тут называется, сейчас метод тыка, давно тут не лазил, KMAP, да, вводим на английском Ready, Ready, вот, Ready Last, вот эту функцию нажимаем, смотрим, F9 стоит у нас, видите, базовая, вот, проверяем, теперь нажимаем, у кого нет нампада FN, кнопка на ноутбуке, на клавиатуре, у которой нет нампада, у которой есть нампад, то просто нажимаем F9, и у нас появляется окошко, опять она исчезает, и опять же F9 мы можем ее, значит, подключить, так, теперь в предыдущих, значит, вариантах, вот, если заходим в Sculpt Mode, тройка на нампаде, допустим, тут арматура, где-то персонаж тут, так, 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 ну, ладно, это все дело оставим, вот у нас есть куб, и раньше было сочетание клавиш в версии 2.93, там, 2.3, по-моему, а, тройка, это было Shift R, чтобы вызвать, значит, ремешер, вот этот, вот этот ремешер, теперь в этой версии 3.6, это просто R, мы нажимаем, кращим колесико, делаем, значит, щелчок, и смотрим, по-моему, Ctrl R, или автоматически делается, сейчас проверим, Ctrl Z, а ну-ка, R, английская, нажимаем, сетка сразу появляется, нажимаем, и делаем Ctrl R, все, меняется сетка, без Shift 1, раньше был Shift R, Ctrl R, и у нас, видите, стала более такая полигональная сетка, так, вот еще вопрос, да, так, теперь, что еще можно рассмотреть, какие вопросы, значит, в версии 3.6 мне встречались, ну, пока, значит, вот такие вопросы, которые мне попадались, значит, по изменениям, ну, так, в принципе, все нормально, но бывает, я когда что-то делаю в версии 3.6, я делаю, как в предыдущих версиях, сочетание клавиш, и бывает, они не работают, вот, если еще что-то такое, значит, выскочит, то я еще сниму ролик по другим вопросам, все, всем пока, до свидания, это не уже,